Все готово к старту. Второй гонке шестого этапа 2014 года серии GP2. Все внимание на огне. Впереди у гонщиков 27 кругов. Старт. И смотрим, как сейчас будут вести себя слики. Посмотрите, все, кто нашли, как сейчас, буквально останавливаются. Ну а на тоннель Бертон захватывает уверенное лидерство. И разворот здесь несколько пилотов. Это Рикельми. Как я понимаю, Идзава. И машина горит у Рикельми. Посмотрите, горит машина у Рикельми, но гаснет быстро. Может быть, масло там просто попало на выхлопную трубу. И кто-то в этом же замесе был из команды Трайден. Нет, продолжает гореть машина у Рикельми. И это сход с дистанции. И нужно сейчас Манагаску как можно быстрее покинуть свою гоночную технику. Желтые флаги. И как бы сейчас еще и Пискар у нас не появился. Но, по крайней мере, сейчас большое преимущество у тех, кто на дождевой резине. И Мичи Валанс. Посмотрите, уже второй. Напомню, что он-то стартовал восьмым. У реверсивной системы здесь Джолиан Павмер. Несмотря на то, что он на дождевой теряет позицию. И Ван Дорн как раз его проходит. Машину Рикельми сейчас потушили. Настоящая дымовая завеса здесь от него отстала. Осталась буквально как от Астон Мартина Джеймса Бонда. Ну а Мичи Валанс уже оказывает давление на Бертона. И Пискар действительно выезжает сейчас на трассу. В этих непростых условиях. Но не из-за дождя. А как раз из-за того, что загорелась машина у гонщика команды Дамс. На счету команды Дамс и на счету команды Карлин. В этом году у нас уже по 8 пудиумов. И машина потушили. Мы видим здесь видимо из-за каких-то специальных стресс. Даже в синий цвет. Такой бирюзовый цвет. Сине-зеленый окрасился дым. Напереди у Павмера. Павмер замыкает первую пятерку. Шестой Эдриан Квайпхопс. Марчелло смог вырваться на седьмую позицию. Том Дельман восьмой. И на этом заканчивается, напомню, сегодня очковая зона. Дальше Рене Биндер, Андре Награу, Серхио Канамаса. Хорианта 12-й. Клети 13-й, 14-й. Ланкастер. И смотрим еще раз повтор старта. На котором буквально встали все пилоты, которые находились на сликах. А Артем Маркилов здесь не просто спитвейно стартовал. Он фактически стартовал, можно сказать, из боксов своей команды. И, как я понимаю, формулировка в штрафе была именно такой. Здесь Симон Трюмер из Рапакса, в частности, Джонни Щекотта. Младше все они были на сликах. И с огромным трудом они, в принципе, стартовали в гонке. И вот первое столкновение. Здесь, напомню, был Изава. Здесь был Стефан Рикельми. И один из Трайдентов. Соответственно, это не Чекотта. Это вторая машина. И это был Серхио Канамасас. Но, несмотря на это, сейчас, если верить таймингу, он, даже несмотря на это столкновение, идет на 11-й позиции. Смотрим, как Джонни Щекотта, младший, видел эту ситуацию. Здесь все его буквально как стоящего стали объезжать. Нет, это Чекотта был, прошу прощения. Это был не Канамасас. Это действительно был Чекотта. И он как раз поучаствовал в этом столкновении, где как раз загорелась машина Стефана Рикельми. Смотрим еще раз повтор. А у такой Изавы повреждено должно быть, все ли, по всему, сейчас переднее антикрылое. Интересно, отправится ли кто-нибудь сейчас на Питвейн из тех, кто был на Сликах, чтобы переобуться в дождевые шины. Или наоборот, они будут считать, что сейчас по Пискарам трассы еще больше высохнет. И они получат преимущество, в том числе и уже дальше по ходу дистанции. Посмотрим. Очень опасно. Мы видим здесь пламя вырывалось из верхнего воздухозаборника в районе спины Рикельми.